Доказать. Следующий момент, скажем так, да, то есть, ну, понятно, да, что одним из, как сказать, достаточно распространенных операций, которые возникают в компании, у нас является что? Выбор капитал, да, то есть, ну, распределение дивидендов, да, то есть, ну, мы говорим о том, что не все организации у нас настроены на постоянное реинвестирование, да, то есть, хочется денег, хочется красиво жить, да, хочется что-то получить, скажем так, да, то есть, соответственно, один из наиболее, там, прямых и простых путей, да, у нас получается, скажем так, да, то есть, распределение дивидендов. Что касается распределения дивидендов, расскажу вам одной ситуации, которая касалась, скажем так, да, IT-компании, но не резидента, связанной с вашим вопросом, ну, с рисками переквалификации индивидуального предпринимателя, да, Эта компания, молодые ребята, да, с амбициями, с большим, как бы, инвенциозным проектом, как бы, да, делали что? Да, они распределяли дивиденды под будущую прибыль, да, ну, то есть, денег хочется сейчас, да, а заработаю, условно, на мере в декабре, да, Ну, и решение, я, то есть, распределил, ну, чтобы вы понимали, прибыль и деньги, это разные ситуации, да, то есть, у меня, может быть, нет прибыли, но на расчетном счете неограниченное количество признаков, да, или наоборот, денег нет, а прибыль потенциальное к распределению, скажу, тогда, то есть, у меня очень большая, да. Риски вы этой ситуации видите или нет? Ну, потому что вам сейчас любую сделку, в том числе, необходимо просматривать, да, и говорить о том, что, да, что меня нахажут, если я сделаю вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да, настолько, настолько, настолько и настолько, да, то есть, ну, потому что, скажем, тогда топ-1 вопросов, которые задают, да, самый популярный, как вы думаете, какой? Да, а что мне за это будет, да, абсолютно верно, да. Что? А если подумать? Ну, их наказали, я скажу, как. Если не будет прибыли, это признают зарплаты. Правильно, скажем так, да, абсолютно верно. Это признают зарплаты, скажем так, да, соответственно, будут налогообладать как зарплату, да, с подоходным налогом и начислением сносов в том, социальной защите населения, да, скажем так, да, что достаточно больно, может, скажем так, да, туску вам ударить, да. А если прибыль будет? Нет, мы говорим о том, что они не могли принять такое решение, да, то есть, ну, на дату принятия решения, да, прибыли, которая была возможна к распределению, не было, да, распределять какой-то потенциальный, да. Классический вопрос, а по кварталу, давайте ли, будет прибыль? Да, нет, да, да, хоть, хоть и еженедельно. Если мы говорим о том, что вы не являетесь акционерным обществом, да, по которому, согласно закону хозяйственных общих наших 20-20-12, установлено, да, то есть, минимальный, да, с период по распределению, если вы там обычное ООО, и вы прописали в уставе, да, то есть, у вас нет ограничений по периодичности распределения прибыли, да, только условно говоря, там, раз квартал, раз год, раз порода, да, или вы прямо прописали, да, что там. В порядке и установленном и сроке, да, решение участников общества, то в теории вы можете распределять вашу прибыль хоть каждый месяц, или распределять вашу прибыль, скажем тогда, хоть каждую неделю по пятницам, да, если, скажем тогда, у вас это будет устраиваться, да, то есть, ну, есть, естественно, скажем, если это прибыль есть. Если вы в прошлую пятницу распределили все в ноль, да, то посчитать финансовый результат в промежуточном варианте месяца, да, а сколько вы заработали с первого по седьмое число, там, не знаю, ноября, будет, наверное, достаточно проблематично, да. Но если у вас в прошлой пятнице что-то еще осталось от прибыли, да, то в следующую пятницу, да, то есть, вы можете принять решение, да, распределить в субботе-воскресенье, как бы, да, там, еще один кусочек, да, то есть, через протокол, скажем тогда. Да, 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 да Помимо этого резиденты ПВТ у нас имеют ряд дополнительных льгот по налогам и отчислениям по заработной плате. Они связаны с чем? Первое. Ставка подоходного налога в отношении доходов, которые получают работники компаний, резидентов ПВТ, работающие в этих компаниях, на основании заключенных трудовых договоров облагаются по ставке 9%. То есть независимо от того, какой вид дохода это будет. Заработная плата, материальная помощь, пособие по временной бюроспособности, либо что-то еще. Если мы говорим о том, скажем тогда, что вы заключили гражданско-правовый договор с физическим лицом, то в этом отношении возможность применения ставки подоходного налога в размере 9% у вас отсутствует. И у вас будет возникать необходимость, скажем тогда, удержания подоходного налога по ставке 13%. Если мы говорим о том, скажем тогда, что вы заключили договор, допустим, давайте, знаете, с каким-то иностранцем, физическим лицом, который вообще не въезжает на территорию Республики Беларусь. Если мы говорим о том, что вы с этим иностранцем заключили договор трудовой, то, соответственно, у вас будет возможность применения, причем даже невозможность, обязанность применения налоговой ставки подоходному налогу в размере 9%. Если мы говорим о том, скажем тогда, что вы с ним заключили договор о возмездном оказании услуг, то, соответственно, скажем тогда, это ставка подоходного налога в размере 13%. При заключении договоров с физическими лицами, гражданско-правовых, которые у нас являются иностранцами а-ля фрилансерами которые вообще могут не знать где находится у нас республика беларуси сюда не держать необходимо помнить скажем тогда то есть один фактор я с ним как бы правда не совсем согласен с этой трактовкой ссср но если вы заключаете скажу тогда то есть договор с иностранцем да то в данном случае у вас возникает необходимость исчисления уплаты взносов фон социальной защиты населения даже если как бы этот иностранный гражданин у нас физически тракт из выполняет работали показывают услуги за пределами республики беларусь и еще что нет смотрите по фсср у вас ставка одинаковые 30 28 плюс 6 плюс один грубо говоря 35 у вас база у нас для резидентов по воде ну допустим по учреждениям обязательности каком учреждения пссс ставка не понижена но размер на вот так посмотрите скажем тогда если мы говорим о том что это будет трудовой договор вы будете иметь право пользоваться льготами и переференциями которые вам устанавливает 12 грн если вы заключите трудовой договор с этим физиком то соответственно куда то есть 35 процентов один у него все равно удержите и смотря на то что в белорусскую пенсию никогда получать не будет хотя мы что не доживем и белорусскую пенсию получать никуда не будем как мы несутся куда все равно 35 будете отдавать скажем так бюджет если мы говорим о том что вас гражданско-правовой договор а не пусть отдавать 35 с однократно только по трудовой договора если мы говорим о том скажем тогда что у вас гражданско-правовой договор допустим договор возмездного оказания услуг то то те же 35 но базы для начисления предельные у вас будет являться сумма дохода но не выше пятикратной которая действует в отношении всех так поскольку у нас уже там только по трудовым наговорам исключение из однократной у нас еще составляют лица которые работают по трудовым наговорам но занимаются охранным обслуживанием принадлежащих резидентам поводки зданий помещений земельных участков и так далее то есть если мы говорим о том скажем тогда что у вас в штате есть какой-то персонал не знаем электрика взяли уборщицу зале или уборщика как она сейчас там поведет деятельность с классификацией поиск убор уборщика да то есть производство помещения то соответственно скажем тогда здесь не будет то есть у вас возможность например и в него доходы вы будете облагать скажем поставки и годы по доходному налогу виде пониженной ставки в отношении этой категории работников да у вас тоже не возникает ну хотя как показала практика скажем тогда то есть такие вот виды работников которые классифицируются как работники занимающихся обслуживанием зданий помещения у многих резидентов минимальное количество в основном как у всех тоже тогда все рикотируются даже те же уборщики у многих там просто клининговой службы дату знаменитые да то есть я видам специально обученные люди да которые на основании каких-то гражданских правовых договоров что осуществляется когда у нас уборку помещений так какие есть вопросы у вас так не смотрите мы говорим не платим а удерживаем и у нас в рамках соглашения избежание нового обложения практически по всем видам услуг которые вам будут оказывать индивидуальный предприниматель предусмотрена возможность полного освобождения при условии того что этот российский индивидуальный предприниматель вам предоставить сертификат налогового резидентства то есть если у вас папки неопозных документов да то есть там для проверки лежать этот сертификат да в данном случае да то есть перечитать бюджет подоходный долог да у вас необходимости не будет но не по всем а что такое скажем тогда упаять питание и выдает смысл банку помедленности не чай кофе нет скажем тогда смотрите скажем тогда то есть у нас есть два вида давайте разгоняющим мдс не будет никогда на я просто расскажу расскажу потом первое когда вы просто покупаете чай кофе печенье йогурты бананы кокос это виноград все что угодно скажем для своих работников значит и у вас нет физической выдачи то есть вас нет ведомости выдачи продуктов конкретным физическим лицам до иванова петрову сидору скажем тогда все так далее мы говорим о том что вас когда-то давно-давно кто-то долго работал был такой объект как назывался собственное потребление производственного характера когда мы при списании даже начисляли инвес уже много лет как ушел когда то есть мы говорим о том что здесь факты безвозмездной передачи нет да потому что нет получается какой пример как бы любит приводить допустим министерство классический на самом деле довольно яркий вы там на 8 марта купили архаховку цветов раздали женщины обороты безвозмездной передачи украсили зал собственное потребление производственного характера потому что во второй ситуации у нас нет конкретного получается если мы говорим о том что в силу каких-то ваших внутренних причин вы решили конкретно кому-то выдаваться не знаю эти байки и они вам скажем тогда все ведомости расписались то при приобретении скажем тогда питание у нас есть специальная норма в 115 который говорит о том скажем тогда что здесь у нас также объектом влагообложения скажем так нет поэтому независимо от того через что вы пойдете через составление документов либо не через составление необходимое исчисление НДС по продуктам питания у вас возникать не будет по принципу коммунизма да то есть всем вором да все съели выпили нет мы говорили про НДС не ну я понимаю процесс он пошел дальше мы НДС не платили но в конце месяца у меня есть да 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 тут не будет тут не будет ничего нет я же говорю что даже если у вас как бы будет ведомость распределения для цели расчета базы по ФССМ или допустим для подоходного налога то это все равно скажем тогда то есть не будет признаваться объектом для вычлений НДС потому что у нас стоимость приобретенных продуктов питания по физике и так далее не является согласно НК то есть объектом налогообложения налогом добавленную стоимость поэтому ведомость распределения здесь критично не является зарплатный налогообложение налога то есть если у вас человек да 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 ну смотрите подоход подоходный вы добавили 9 а при достаточно большой заработной плате ну условно говоря свыше однократной да для цели ФССМ добавляй не добавляй да то есть у вас старомон скажем тогда то есть будет база ну за исключением ситуации когда ваш работник отказывается две минутки да отказывается от применения льгот да отказывается от применения льгот как правило кто ну вообще ну случае на моей практике когда мотивационным фактором было получение пенсии пока нет поэтому основной критерий основное условие основная ситуация тогда скажем тогда то есть люди работники резидентов ПВТ отказываются от применения пониженной да то есть база для учтения ФССР это девушки скажем тогда то есть которые у нас улучшают гендерную ситуацию республики Беларуська да потому что у них пособие да то есть по беременности родом да то есть уже будет считаться из более скажем так высокой величины да хотя как бы некоторые у нас там есть ряд юристов которые там аж не знаю там не могут скажем тогда это пережить почему потому что не не девушек я имею ввиду а отказ от целью пониженной базы для учтения ФССР почему говорят что платит организация а право на отказ у работника да то есть нет как бы социальной справедливости да то есть грубо говоря он меня там своим желанием или нежеланием да на меня как бы да то есть перекладывает эту финансовую нагрузку да то есть по отчислениям скажем тогда ФССР фон социальной защиты населения поэтому если он не отказался в этом условно говоря мы условно с тысячи начислили да подоходник добавили да по подоходнику у нас будет работать льгота да по 23 пункту 208 да что он наесть напить нагулять и так далее да то есть может может на 1984 года а коллеги уже вывелись из тайминга давайте еще один вопрос и нам нужно уже заканчивать красиво можно вопрос скользко упомянули о том что при работе с российскими контрагентами компания в беларуси продает услуги для российских компаний но только услуги которые по 174 н.к.р.ф. являются услугами в электронной форме то есть это не все услуги то есть они спеечный услуг который признается услугами в электронной форме и помимо этого у нас еще по 149 н.к.р.ф. допустим там при продаже лиц есть возможность применения освобождения в российской федерации вот аналогом программного обеспечения еще раз уточните вопросы не совсем это можно сделать дистанционно в электронной форме на сайте на сервисе российская компания с 2019 года в отношении только электронной форме не удерживает интерес не контролирует вас стали не стали то есть даже если нам перечислить полную сумму а вы нарушение требований российского не стали российской компании претензии предъявляться не то есть она здесь никакой нагрузки не несет это 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 ваша зона ответственности единственно скажем тогда что мильфильм на российской федерации он у них там основного регламентирует занимается налогами если мы с вашим агентом договоритесь что платить будет он и укажите договор его потом будет подтверждение передавать что он вас удержал но по старой схеме заплатил то в этой ситуации скажем так то есть в этот российский инвестор по услугам марифонной форме можете не платить но это зависит от количества ваших контрагентов смогли не смогли договориться если у вас на массовая подписка вряд ли вы решите вопрос с каждым из контрагентов эти болезни как бы там конечным потребителем являются там не знаю неопределённый пока для вас не по прямым контрактом да вот те кто скачал а еще и физики да но тогда вы никуда не денетесь да то есть вы должны будете ставить на учет в россии это или в мдс по услугам марифонной форме платить коллеги спасибо большое